Наконец-то начали соцветать деревья. Начинаем обход, осмотр. Начинаем отсюда. Вот они первые пчелы, правда холодно, плюс 10. Пчелы якобы начинают летать после, а тут не одна, тут целый рой, если приглядеться, после 9 градусов, когда потеплее. Здравствуйте. Я не фотограф, я не фотограф, я блогер, меня так обзывают блогером. Так, что несем, ну-ка. Я снимаю все, что всех садоводов. Всех садоводов снимаю. Итак, это сакура мне Люба дала. Давай сказки не рассказывай. Сакура, это не сакура. Это вигела розовая. Как называется? Вигела розовая. Хочешь, я тебе покажу такую, возрослее. Ну, наверное, там, ну, где мне вот давала Люба, у нее вообще красавица. Сакурой называют, вот это, значит, как вся Сибирь, кисличую вещь и называют черешней. Ага, это результат. Это результат многолетней обработки торгашами нормальных людей. Понятно. Я 40 лет назад, нет, точнее, весной 80-го года так же купился. Вот она, смотрите, узнаете? Похожа? Ну-ка. Ну, красавица. Ну, красавица. А? Похожа, вот цвету. Не похоже она. Да, она. Знакомьтесь. Ну, у Любы такая же вот у Любы. Ну, только не называйте слово сакура. А как это? Вигела розовая. Вигела. 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 Ага. Хорошо. После не забуду. Вигела розовая. Вигела. Сакура. Вот под этим словом сакура, там и дурят народ. Ой, дурят. Ну, все так же, как этот Райкин говорил. У ихнего рыцаря наши опилки, помните? Угу. А дальше его слова знаменитые. Ой, дурят народ. Вот так. Не, ну, я поздравляю, ведь это прекрасная вещь. Вот это? Да. Только использует, чтобы больше три раза денег взять, называть сакурой. А-а-а. Понятно. Ну, ладно. И вам удачи. Так. Вы думаете, я взрыв вот сейчас? Или я подговариваю? Уйдет себе, женщина никому не мешает. Но у меня особая судьба. У меня такие встречи, как будто бы слово случайным назвать нельзя. Есть такое выражение. Что такое случайность? Не позданная закономерность. А тут нет. Тут именно позданная. То есть там на небе кто-то несколько дергает. И вот я встретил хорошую женщину. И за пять минут, скорее, открыли еще одну тему. Да, прекрасная вещь. Да, розовая венгела. Венгела. Была бы она белая, я бы сказал бы. Луизиане. И луизианью сакурой называют. Ладно, проехали. Итак, что мы видим? Ну-ка, зайдем подальше. Одна из самых урожайных в моем саду. Это год не абрикосовый. Как-то со всех сторон не видно, что оно хорошо цветет. А на фоне неба плохо видно. Год не урожайный. Вот. Но мажорство почти не касается. Давайте обойдем весь сад. Посмотрим еще. Вот. Вот. Персик. На персиках цветов нет и, кажется, не будет. Но самое главное, что он жив. Вот. Они близко растут друг к другу. И не думайте, что это цветы персика. Нет. Я вот это все внимательно разглядел. Пощупал. Вот. Перед вами не просто дерево. Дерево-рекордсмен мирового уровня. Это самое морозостойкое дерево. Это самое морозостойкое в мире. В принципе, персик хасанский. А в моем саду он привит на манджурский абрикос. И он есть в самом морозостойке в мире. Именно вот это дерево. Измерено. Вот. Когда я объявлял об этом всему миру. Говорят, что ученые поглядывают на мой этот канал. Но, тем не менее, у меня не были вот эти бесценные черенки. Ни один не был заказан. Ни один. Внимание. Смотрите. Потерян еще год для мировой науки. Я уже не говорю российской. Если это мировой лидер по морозостойкости, то это для мировой науки. К сожалению, науке, особенно отечественной, на все наплевать. Вот. Помните эти самые? Уже не буду трепать фамилию человека, который выпустил с Теберязевки. Еще там и так далее, и так далее. Ее регалии. И слова, которые войдут когда-то, как пример дичайшего этого. Вот. Ее слова, которые запечатлены не у меня, а на канале в этом. Где больше миллиона, намного больше миллиона подписчиков. Ее слова. Вот. И вот. Мне знать не обязательно. Вот. А если бы знала? Лишилась бы покоя. А так проще. Знать не надо. И заниматься повышением отцовеки тоже не надо. И до хрена я выпускал в Теберязевской академии. Если бы им нушило, уходите отсюда. С первого курса уходите. Все, кому знать не надо. Ведь сколько на них средств потрачено. А в ответ. А у Железова. Обман и обман и вошенничество. У Железова его косточек абрикосов будут вырастут. Дички и жердели. Еще одна войдет в энциклопедии. Как пример неверности. И эта фраза войдет. Почему? Потому что у Железова ни одного дикаря из тысяч по всей стране расползлись в маэте. Ну давайте теперь походим по саду просто так. Ну что тут? Чтобы далеко не ходить. Что тут? Вот это начало пути новых сортов. Которое количество. Их знаете как? Латинков называет 100 граммовики. Вот еще 2-3 прививки 100 граммовиков. Вот это называется перепрививка. Вот. Вот это вот нацветает. Китайка красно-синяя. Лучше в мире подводить для персиков. Для самих слив. Вот. Для самих слив. И возможно для абрикосов. Когда уже совсем не на что абрикосы привить. Вот. Ну еще. То что цветет. Остальное будем пропускать. Вот это. Она уже уходит как бы. У них реальный срок 20 лет. А потом как бы затухание идет. Вот. Хотя я с них черенки не брал. У меня с других брал черенки. Поверьте. Даже черенки волочной вишки у меня просят. Заказывают. Урожает до 5-6 ведер. Вот. Фотографии есть. Ведра есть. Вот. Ну вот смотрю уже. Годом раньше. Или 2-я годами раньше. Смотрю. Начал отсыхать. Вот. Видите. Начал отсыхать. Вот. Она еще долго будет держаться. Радовать. Но уже замена. А. В чем тут замена? Прекрасные плоды. Вот. И. Высажены были саженцы. И уже наверное. Сергеем полсотни-сотни саженцев продано по России. Так. Тут я смотрю цветение. Пока не очень еще. Запаздывает. Пойдем наверное по этому краю. Зачем я это делаю. А за тем что обещал. Вот. Обещания разные. Характеристика дерева. Происхождение дерева. Вот персик пожалуйста. Пока он сидит за забором. За этим. Пусть там солнце-то видите. Его почти не видно. И все равно отбивает лучи от этого забора. И здесь микроклимат. Вот. Идем дальше. А если добавить что здесь допустим вот тепло идет еще от дома. То считайте что здесь. Ну конечно не Украина. Но он и так называется Южная Сибирь. Будет уже самая Южная Сибирь. Только благодаря тому что вот это я называю. Вот эту сейчас так тепловой подушкой. Название приживается в массах. Люди начинают понимать. А то как я приехал. Тут у нас поселок недалеко. Этот самый. Поселок геологов. Константин. Да что ж такое. Подхожу. Стоит посреди голого поля дом. Но соседи еще не построились. С северной стороны вымудрился посадить этот. Самый абрикосы. Мои же. Их еще не доволен. Вот. Вот так вот ребята. Вот. Вот это никто не позарился за эту веточку. А знаете что это? Это привез с самого юга Украины. 200 километров от Крыма. Вот. Это вариант Шалаха. Это. Это плоды которые они все влазят в банку. Трехлитровые. Возьмите. Подержите в руках. И почувствуйте. Вот эти веточки. Да. Вот они. Это. Я держал до упора. Мне уже не нужно было. Я подумал. Вот приедет кто-нибудь. Будет с горячими глазами ходить по саду. И это будет роскошный подарок. А может возьму за него 100 рублей. Нет. Никто. Никому не надо. Дерево. Которое называется Венера Востока. Оно. На исходе. Вот это от него пошел побег. Видите. Вот. Ну какой побег. Это прививка. Вот умудрится так привить. Смотрите. Прекрасные плоды. Это чернослив. А сама. Подождем минутку. Проедет трактор. А само дерево. Которое с Венера Востока. Оно на исходе. 10 лет назад. Здесь. У меня специальный фильм. Здесь заходили. Не я снимал. Здесь заходили люди. Приехала целая толпа. На мой семинар. Вот. Осенний. И вот тут все снимались. Здесь был такой урожай. Что я сам стоял рядом. Цвел. Как будто я дерево. И я даже сам думал. Господи. Неужели не снится. Вот это было. Но. С тех пор я взял с него сотни черенков. Я его гробил. 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 И. Угробил. Вот так вот. То что вы видите. Вот. Это. Да. Выдержала. Какую-то часть. Еще вот эта ветка плодоносит. Но уже чернослива. Так. Ладно. Раз это. Не цветет. Пропускаю. Вот так был зародован Сергеем. Сувенир Востока. Иначе больше веток. На прививку. Для питомника. На продажу. Не будет. Или вот такое родство. Или хана. Ну. Егела мы уже чуть-чуть посмотрели. Она потом. Когда распустится. Красоты будет необыкновенной. Ну. Неделю-две. А потом целый год. Она будет совершенно. Просто зеленый куст. Вот. Вот здесь интересный момент. Здесь самые огромные плоды. От 100 до 120 грамм. А вот это. Тоже прививка на прививке. Здесь когда-то был привит. Нет. Посаживной. Манжурский абрикос. На него был привит. Ранний. Сейчас скажу. Ранний. 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 О память. Старею. Уже все такие вещи забываю. Нет. Все удивляются. Что жалуюсь на память. А в садоводстве я знаю. Миллион разных вещей. Ваньков. Ранний. Вот он. Ваньков. Я к этому Ванькову привел. Вот эту горизонтальную ветку. Видите. И получил чудо из чудес. Это как бы третий этаж. Ваньков он тут. Он уже фактически себя и жил. Время ушло. Тоже был изувечен. Тоже брал с него сотни черенков. Подогадайте сколько лет этому дереву. Вот. Ну а мы немножко сейчас про агротехнику поговорим. Не могу иначе. Я переживаю жив ли. Вот этот вот академик. Что-то даже. Не то что цветов. Я не вижу. Нет жив. Вот видите. Даже до кончиках веток. Вот она. Нет жив. Жив. Просто от раннего у него уже качества не передались. Он его пересилил от Ванькова. И сейчас вот что я скажу. Значит смотрите внимательно. Ну тут цветочки какие-то будут. Как-то с раннего столба. А вон они зацветать. Вон они, вон они, вон они. Нет плохо видно. Но цветы есть. Ладно. Это пусть будет немножко. Но увидеть вот такие плоды. Это дорогого стоит. Вот такие вот. А сам Ваньков и жил себя. Вот. И жил. Я на него не обижаюсь. Вот видите его судьба. Вот это и есть его судьба. Кстати, если бы я делал обрезку на кольцо. Дебильное, идиотское и общепризнанное. Причем наука. Вот что самое страшное. Никто не проверял губительность этой прививки. Этого способа обрезки на кольцо. И вот она до сих пор жива. Почему? Правильно. Потому что никаких обрезок на кольцо я не делал. Теперь особый момент. Меня всегда интересует судьба первого этажа. Вот видите, угадайте, что это. Вот он, цветочек. Вот, видите. Смотрим вниз, ниже, ниже, ниже. И мы видим, что это и есть манжурец. Вот он. Ну, Сергей, когда обрезку делал, он ее укоротил, чтобы не мешалось. Но укорочение такое. Никогда, если там сделать обрезку на кольцо, как нас учат, причем безжалостно, то там появится возможность проникать туда спера мороз, потом умертвление ткани, а потом грибы. А мне еще интересует, но этого не случилось. Вот эта ветка зацвела, да? Вот. Еще раз. Это как то дерево, помните, самое первое с розовыми плодами. Тот манжурец показал. И этот. Только этот с белыми плодами манжурец. И мне интересно, какие плоды будут. От этого гигантские плоды. Вот оно сейчас. Вот это вот, дерево, вот оно. Оно дало, вот той веткой горизонтальной, та дала гигантские плоды. А вот это, манжурец, который с ней как бы сроднился. Вегетативный гибрид. Мне очень хочется, чтобы здесь были уже не 20 граммов плоды, а 30 или 40, как там на том дереве, на фаине, где он показывал. Вот. Поделился с вами, идем дальше. Идем дальше. Вот. Ну, что здесь интересного? Ну, какой-то из абрикосов. Вот до сих пор постоянной бирки нет. Ну, что там, сало как сало. Подумаешь, что это будет грамм 80, 100, а может и 150. Вот я даже не смотрю, что там на бирке. Да, плодоношение меня это не интересует. Вот. Так я устроен. Еще один манжурец. Видите? Как получилось? Его вовремя не перепривили. Вот. И случилось следующее. Он был намечен среди десятка-полутора еще. Деревья должны были выполнены полностью, выполнены полностью. Вот. И оно было тоже обречено. И вот я поехал по селу геологов за своим товарищем лесорубом. Вот. Профессиональный лесоруб. Наверное, добрый бельон деревьев за свою жизнь пилил. Мастер своего дела. И вот это дерево было обречено на полпути. Вот. У меня врезалась машина. Не я, а у меня. Вот. Я долго думал, переживал, конечно. Главное, из-за нервотрепки. Вот. Ну, подумаешь, фара разбита, капот разбит. Главное-то не это. Не капот, а это, как его, бампер. Главное-то не это. Главное, что... Зачем я туда ехал? Чтобы взять человека, который выпилит еще кучу деревьев. Вот. Вот это Сергей предлагал выпилить. Дерево. Он считает, что оно меня чуть ли не позорит. Нас с ним. Вот. Видите? Видите? Она уже в последней стадии, вроде бы, издыхания. А я докажу, что это не так. Вот первые цветочки после страшной обрезки. Видите? Вот. Может, эти дадут плоды. Может, еще год подожду. Но здесь у меня был поставлен эксперимент, а он еще не закончился. Еще один вариант королевского. Посмотрим. Поэтому я не дал его пилить, а потом мне судьба... Первый раз, когда я привозил лесоруба. Второй раз еще 15 деревьев выпили старых. Ну, они не старые. Если дают 20-30 везер. Как это старый расцвет. Но, тем не менее, получилось следующее. Третий раз поехал за лесорубом. Попал в аварию. Полдня на разборке. А потом сказал себе, это судьба. Наверное, я поплатился за то, чтобы... Если бы я ехал прямо, я бы не попал в аварию. Но я свернул по селу геологов и попал в аварию. А вот. А все, говорят, что такое случайность. Непознанная закономерность. Вот с этим мы закономерностью и будем жить. Вот. Вот он, тот самый патриарх. Разначальник. Фактически он разначальник. Да, до него были абрикосы. Были и будут. Но то, что он принес. Он принес дважды по 40 и больше ведер. Он принес десяток раз по 20-30 ведер. Были неудачи 2-3 ведра. Но это редко. Сейчас ни черта не видно на фоне неба. Здравствуйте. Это вы из Красноярска, да, девочки? Ага. Привет. Вам тут нравится? Ну ладно. Хорошо, что вам нравится. Вот. Так, так, так. Теперь, значит, омоложение войлочной вишни, которой 30 лет. Я все равно хочу. Хоть и говорят, 20 лет потом неизбежная деградация. Ну вот посмотрим, 30 лет она меня радовала. Потом ветки начали отсыхать. Все правильно, по новке. Потом я решил, выпилю, но так, чтобы она возродилась. Вот такие дела. Вот это дерево особо. Я жду плодов с особым интересом. Да, еще один манчжурец. Но, видите, хоть слабенький, слабенький. Ну вот такой. Слабенькое цветение. Мне надо еще несколько плодов, но не меньше 50 грамм. Это с помощью инфицирования. Я это называю термин новой железы, инфицирование. Я увеличил плоды на нем в 2-3 раза. Ну, этот год какой-то не абрикосовый. Тут плодов-то всего-то. Несколько десятков. А нет, там по гуси. На верхушках вполне приличные. Я хочу вас удивить осенью. Я никогда мимо него не прохожу. Всегда говорю, ребята, это одно из чудес света. Дерево инфицированное. Прививку поживил. Пожила год, умерла. А почти все ее качества перешли под бою. Интересно, ведь я же ничего не выдумываю. Я сказки не рассказываю. Я как тот самый, помните, кавказской пленнице. Этот самый. Как тебе? Вот это уж, да? Мы, понимаешь, рождены, что, понимаешь, сказку сделать былью. Вот я так же. А то столько сказок в этой литературе и в этом интернете. Ужас! Каждый год обрезайте деревья, иначе они погибнут. И это на полном серьезе. Это я слово-слово процитировал. Нет, не полностью. Перед словом иначе запятая. Вот теперь полностью. Ужас, дикость, невероятнейшая дикость. Вот мои трехлетние. Там, где вы видите, здесь что-то там цветет, не цветет, а белеет. Это мои трехлетние абрикосы, которыми я... Они и так супер сорта. Я им пожертвовал. Для чего? Еще супер сорте. Как у меня выражение, да? Супер сорта и супер сорте. Надо посмотреть. Собираются они. Плохо видно. Плохо видно. Да и время еще мало прошло. А все равно хочется похвастаться. А персики раньше были привиты. Сейчас посмотрим. Я сейчас в том саду посмотрел. И там у меня семь прививок вот этих самых западных, самых южных персиков, что мне пришли посылки. И там у меня семь прививок. Остальные отдал Юле, племяннице. Те еще не видел. Те недавно она привила. А мои семь штук все прижились. Так. Жары два дня должны были проснуться. А, да. Вот, 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 вот. Вот они. Ну что, видите, что проснулись? Или вы думаете, что я им голову морочу? А, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Ну, теперь убедились, да? Вот. А вот этот лучше проснулся. Смотрите. Это даже еще зеленее. Ладно, посмотрели. Вот. Недавно так обрадовался у Сергея Мосяй уже трехлетний абрикос. Вот, Мичуринский. А это его сын вегетативный. А он так вот криво, что на него никто не позарился. Я перекрестился и выкопал его и посадил на постоянное место. Всего делов то, что его выпрямлять не пришлось. Просто рос сбок, а я его поставил вертикально. Вот так вот. И теперь есть замена. Видите, какие они? Они тоже капризные. Но мне пришлось делать обрезку на заготовку черенков. Смотрите внимательно. вот это обрезка по железу. Оставляется всегда три, четыре, пять почек. Вот эти. Раз, два, три, четыре. Раз, три. Вот эти самые нижние, они мелкие, они это цветочные. А вот повыше две, три они дадут на следующий год вот такие же два, три побега каждая. Может, четыре. Вот. А так получается, что каждый год дерево каждый год калечится. Но оно знаменито у меня тем, мной это объявлено, что 30-граммовые плоды последний год дали 100 грамм. Свидетельница, участница, моя ученица по совместительству аспирант университета из Красноярска Татьяна Александровна Савинич и свидетель и пробовала. Ну, от персика уже почти не отличишь. Почему они втрое увеличились? Давайте сейчас не будем, потому что кто-то позвонит в психушку, скажет, там железо говорит, что можно увеличить плоды с помощью эзотерной гибридизации. Вот. И приедет в психушку. Вот при Хрущеве приехала бы. При Брежневе, ну, тут уже либерализм был. Садили мало, а при Стали ничего бы расстреляли за дискредитацию науки. Так, ну что, еще посмотреть. Я хочу посмотреть все цветет. Вот опять. Вот этот манджуриц, он самый невкусный, он больше всего похож на своего отца, того патриарха. Больше всех. Вот он весь цветет. Вот такие вот нихрена не делаются. Вот. Заморские, незаморские, каждый год. А посмотрите, какой был урожай. Показать? Показать? Смотрите. Это при том, что мы несколько раз собирали до нуля. Видите, это его детские. Вот они. Ну, к сожалению, так же никому не нужно. Академика я спилил. Я его довел тем, что резал, 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 резал. Вот. И получил вот это вот. Вот. Уже все. Дальше уже видеть его невозможно было. Он еще умудрялся плодоносить до последнего года. Но согласитесь, что... Вот. И у меня большинство абрикосов вот так же избиты. ой, дождь пошел. А что, я уже почти кино снял. Почти снял. Вот. Мне интересно, что будет после дикого рожая, когда мы... Я показывал раза три. Вот отсюда начинаю, смотрите. Вот отсюда, да? И вот уже, вот он уже, видите, вот он, гигант. И вот так обойдем вокруг. Я боюсь, что плохо видно. Вот все это плотный слой. Посмотрели? Это того, когда собрали при телекамере, то есть при телевидении. Когда... Вот смотрите, смотрите, смотрите. После сорока собранных йодер. У меня еще стоят банки с жерделями. Так. Может быть, банку и продал. Одну. Вот так, вот так по всей округе. Все. Это уже не абрикосы, уже... Это не абрикосы. Этот абрикос далеко. Вы уже понимаете, что феномен из феноменов. Пусть мелкие плоды. Но если бы, блядь, эта жердаль, привитая на... Как у меня, привитая на манжурском абрикосе, была бы в каждом саду уже давно бы. Вот. А? Выпускницы, эти мерядчики. Ольга, Наталья, ну, хлопцы, там, девчата, гоп да кучи, ну, сколько можно-то это самое... Учить людям то, чего надо было запретить законодательно. Смотрите, видели. Ой, я уже боюсь показывать. Это... Это вся, вот эта вся площадь, вся, 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 вся. А под другими деревьями, что, меньше? Да, аж на три косточки меньше. Смотрите. Ой, боже мой. Сейчас холодно. Ох, мышей накормил в этом году. Смотрите, разуйте глаза. Я уж наклоняюсь, хоть стена болит. Видите, и так везде, и всюду. Сюда пойдем. То же самое. Сюда, то... Все, 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 все. Вот. Ну, что еще надо-то? Ну, когда же все-таки это? Я скажу, год задумаю. Ну, вот специально кто-то приедет в Москву и скажет, ну, все, мы больше не можем это видеть. Нас уже сожрало начальство. Мало, идите к Железову, раз сами не можете, поучитесь у него. Вот, посадка по Железову, видели? Обрезка по Железову предпосадочная. Мало того, ну, это трехгодовик. Мало того. Ну, то есть, третий год ей. Она еще и цвести будет. Вот. Ну, питомник Железова Сергея покажу потом. Другой раз, когда? Когда? Продолжение следует... Продолжение следует...